а вы в польше да ну да понятно откуда с польши в ротов а где это но это нижняя селезия не знаю как объяснить это короче ближе чехословакии туда понял я просто полтора года своей жизни тоже пробовал в польше но на севере коллабжек курортный городишко такой коллабжек гданьс коллабжек легница был только гданьский сапот получились да ну я имею ввиду вот эти ориентиры я конечно ближе к легнице волну тем не менее а вы в польше потому что давно или потому что еще ну ну я в польше да потому что давно потому что еще не дали что такое да я так это сизвил немножко понятно как там сейчас в польше как там сейчас вот эта вся ситуация украина польша ну честно я в я в лас-вегасе скажите мне вот просто к человеку который вот чужие за океаном скажу я в лас-вегасе вы же видите у меня день за окном вижу дали люди ну в польше хорошо город очень красивый это я начал нет ему интересно просто вот эта вся ситуация началась с украины побежали беженцы вот это все а больше мне знаете что непонятно я знаю что в польше есть уголовная ответственность за так говорится все эти призывы бандеровские и тому подобное до трех лет а и вдруг больше начала принимать вот этих всех бандеровцев это вот как 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 это понять я без всякого умысла спрашиваю просто не знаю насчет бандеровцев когда все началось я помню я даже ходил как волонтер на жиды вокзал который здесь центре и пытался помогать беженцам не пытался помогал беженцам да вот там закрываем не я понимаю беженцы это кажется это по-любому люди это беженцы да и не все из них бандеровцы я тоже это поняла вообще даже мысль такой не было тогда просто это были просто люди которые бежали от войны с ужасными глазами и например я не совсем человек военный но мне женщины бальзаковского возраста рассказали что такое кассетные бомбы я это тоже понимаю я все-таки вы смотрите какая штука ну не знаю что вы знаете про бандеру наверняка что знали да то есть он там в тридцать девятом году там соответственно был осужден там крайне мало знаю про бандеру крайне мало ну короче он был один из как говорится тех людей которые убили министр польского министра вот и естественно был приговорен к смертной казни и когда естественно зашли как говорится немцы то они его типа освободили естественно как сами понимаете чек сидит в тюрьме то него вот просто так никто не освобождает и уже если освобождают то под что-то ну вы не я бы неважно сидели вы в тюрьме или не сидели, вы наверняка понимаете, да? Это как обычно бывает. Вызывается, как говорится, к начальнику тюрьмы какой-нибудь человек, ну, или там к замполиту, неважно, говорит, слышь, короче, так, есть шанс тебе выйти, только ты будешь делать то, что мы тебе скажем. Но ведь так? А иначе по какому, иначе по какому еще критерию могут отпустить человека? Только по этому. Вот ничего не знаю насчет Бандеры, но сейчас так и происходит. Да нет, мы сейчас, подождите, мы сейчас вообще даже не про Бандеру говорим, просто вот чисто сейчас про логику. Есть тюрьма, в ней сидят заключенные, пожизненно. И вдруг человека отпускают. На основании чего? На основании чего? Его никто не оправдывал, и отпускают. Наверное, только на основании одного. Это везде так, правильно? Слышь, будешь делать то, что мы тебе скажем, и мы тебя выпустим, но ты будешь делать то, что мы тебе скажем. Или есть другой критерий? Я не знаю другого критерия. Ну, то, что мы не знаем другого критерия, это не значит, что их нет. Но варианты я, мы согласен с этим вариантом. Не, погодите. Бывает, допустим, знаете, некоторые говорят, ну, а может там денег дали. Но это не критерий отпустить, выпустить человека. Если денег дали, это называется выкупили человека. Выкупили, это совсем другое. Тогда какое-то другое государство там выкупило еще что-нибудь. А если они его отпускают, да, то это наверняка только так. Ну, 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 так вот, просто давайте порассуждать. Значит, получается, человека что выпустили? Делать что? Так как был конфликт с Россией, да, особенно когда вот в 44-м году, изначально там его выпустили, он там движение украинское замутил, туда-сюда, потом его обратно этот самый, корица, запихали в тюрьму, чтобы нехрен там свободную Украину провозглашать. Ладно. Но в 44-м году, в декабре, его обратно выпускают с концлагеря, где вообще, говорится, никакого шанса выйти. Но ведь это, получается, его выпускают только под один критерий. Я понимаю, честно говоря, даже немцев. Блин, надо использовать любые ресурсы, правильно, против Красной Армии. Ну, один из критериев, да? Ну, да. А как иначе, блин? А иначе, блин, нафиг, ну, и так гибнем, говорится. Ну, почему бы не гибнуть дольше или, может быть, даже победить? Значит, соответственно, мы берем и начинаем вспоминать, ну, о всяких гаденышей, которые убили там польского министра, не убили. Да похеру. У него есть какая-то шайка или была. Он снова ее сможет организовать. Давай-ка его сюда. Так, слышь? Короче, мы тебя отпускаем. Опять организовываю свою шайку, помогая нам бороться с Красной Армией. Ну как? Или по-другому могло быть? Я не понимаю. Все что угодно могло быть. Не, ну, давайте, да, все что угодно. Ваш вариант, ваш вариант, ваш вариант возможен, конечно, без сомнений. Мой вариант 99%, может быть, еще один процент, что его выпустили, потому что жалко стало. Ага, сейчас, блин. Ну, я вообще не такой-то не знаю. В соцлагере жалко стало. Ну, вот вы не знаете, подождите, я вас, да, я вам ничего не доказываю, я вас никуда не зову, ни под какой флаг. Я просто с вами рассуждаю. Совершенно верно, я вижу. Когда вы будете читать, допустим, или вдруг заинтересуетесь, то, потому что я частенько, вот уже, знаете, там, читаешь, там, Викопедию или еще что-нибудь, думаешь, ну, что за чухня, вот что за бред вот тут написан. Ну, не бывает такого чисто по жизни. Ну, не знаю, может, я живу чересчур долго или там прошел через всякую херню. Сколько вам лет? Да много мне лет. Не больше. Я родился в СССР, это самое. Я тоже. Сколько вам было лет в 70-м году? Минус два. Вот. Поэтому вы явно меня не старше. Окей. Так что это самое. Дело не в этом. Дело в том, что, ну, просто, как вы, знаете, вот жизненную логику включаешь. Я часто это делаю. Вот мне, у нас тут, я в Лас-Вегасе живу, да, у нас тут Ария 51, где инопланетяне. Вот там какую-нибудь херню расскажут, ты так берешь такой, ну, ребят, ну, не бывает такого там. То-то-сего. Или там про какое-нибудь еще событие. Ну, как бы сравниваешь, типа, или он как там в Америке было дело, да, это самое. Два самолета, три здания. Два равняется трем. Ты про что? Как ты можешь так говорить? Да так и могу говорить. Два и три здания. Два самолета, три здания. Но два равняется трем? Нет. Нет. А на что ты намекаешь? На правду я намекаю. Ну, и как бы, знаете, вот, как бы, вот, и в этой ситуации, как бы, я вот так же, что-то я вам про Бандеру пытаюсь рассказать. А страна, которая Украина, бьет себя в грудь, что вот он там вышел, вот, я так даже представляю, концлагерь туда-сего, и вдруг он такой выходит со шляпой там туда-сего, и начинает бороться за Украину. Ага, сейчас, блин. Ну, так ведь? Да. А вы живете в Польше, а вы живете в Польше, и вот поинтересуйтесь, есть уголовная ответственность. Почему? Потому что поляки помнят, о том, что Бандера был гаденыш конченый, и расстреливал особенно польских евреев, и этот самый, участвовал в этих погромах. И самое главное, они ему ищут до сих пор, до сих пор, несмотря на то, что его убили КГБшники, это самое, ну, офицер, там, спецразведки, да, Советского Союза, до сих пор помнят, что он, в общем-то, как говорится, участник убийства польского министра, они это ему не простили. Ну да. И есть уголовная ответственность. И тут, получается, беженцы, да, я понимаю, что они все не бандеровцы, я даже сказал бы, почти все не бандеровцы, они просто беженцы, люди. Но вместе с этим потоком приехали и вот те, из-за которых вот это все и началось. А почему вы решили, что из-за них все началось и что там есть какие-то... А что до 2014 года никто, ни в кого не стрелял, никто нигде не прыгал. Ну, до 2014 года нет ничего такого особого. Ну да. А заметьте, в 2014 году вдруг раз и все перевернулось. Сначала Майдан, потом отмена всяких праздников, потом отмена всего, что мы, как говорится, вместе все ценили. Вы забыли сказать про вторжение России? Это после. Если бы не было изначально... Вы же понимаете, как говорится, если вы сначала же родились, а потом учились, правильно? Не наоборот. То есть, если бы не было бы Майдана, до сих пор бы и Крым был бы украинский, и все остальное. Ну, не знаю. Почему не значит? А на каком основании? Ну, как? Ну, Майдан это независимая штука. И Донбасса бы, и никакого Донбасса бы не было. Жили бы, как и жили. Если бы Украина оставалась так же независимой республикой, независимой, не перлась бы в НАТО. То есть, зачем? Вы реально думаете, что украинцы, украинцы хотели в НАТО? Нет, конечно. Еще как! Еще как! Украинцы и сейчас хотят. Сейчас они хотят тогда, потому что они пропудренные. Чисто украинцы, я-то помню, границы открытые. Вы, наверное, про них забыли или не знали. А люди ездили, что в Москву, что в Киев, просто так, на автомобиле, мимо любых постов и тому подобное. Все было открытое. Мы жили, можно сказать, почти в одной стране с разными юридическими, как говорится, основами. Как и в Америке. Если я поеду в Калифорнию, то мне, поверьте мне, не надо там, как говорится, оформлять визу. Ну и так мы и жили. А вдруг после 2014-го годов, после Майдана, мы так перестали жить? Не после Майдана. Вот тут ошибочка. После вторжения. Какая ошибочка? Майдан ни при чем. Майдан это вообще. Майдан вообще ни при чем, да. Причем из Майдана? Действительно. В России тоже был точно такой же Майдан. В России подавили этот Майдан, понимаете? А вот Янукович не подавил Майдан. И в результате самому пришлось жизнь спасать. Правильно. Потому что народ не захотел. Да какой народ? Вы до сих пор верите в народ? Вам же все-таки не 20 лет, даже не 30, и даже не 40, как я уже понял. Я не верю в слово верить. Народ в стране мало что решает. Я в своей стране, когда разваливали Советский Союз, и даже вы, хрен бы чего мы смогли решить. Это правительство нас предало. Поэтому Майдан и учился, что народ в Украине что-то и решил. Вот именно поэтому Майдан и случился. Народ и решил. И этого сраного Януковича и выкинули. Вот и все. Не, ну хорошо, я понял, что вы верите в сказки. Ради бога. Может, вы даже... Я тоже и так не могу сказать, что вы... Я понял, что вы верите в сказки. Это нормально. Я не верю, как раз в сказки. Однокурственно. Не бывает. Вот видите, вы даже материться уже начали. Молодец. Я не верю в сказки. Я знаю, что народ, сколько бы их ни выходило, ничего не решит. Понимаете? Есть правительство, соответственно, которое может решить. это правительство может взять, допустим... Да в любой. В любой. Ну, не правда же это. В Америке живу. То же самое. В любой. Ну, не правда же это. Как неправда? Ну, ерунда же. Ну, как неправда. А в какой стране, блин, нафиг, народ что-то решил? Ну, например, в Грузии недавно. Да ладно. Ну да. Вы что, серьезно? Конечно. Ну, думайте так. Ну, ради бога. То есть это... А, то есть это... То есть они решили сделать так, не завенчая народа, потом передумали. Так что ли? Ну, народ это ни при чем. Народ сам никуда не выходит. Поверьте мне, как бывшему диджею. Понимаете? Народ не организовывает, чтобы никуда не выжить. Я звукоинженер, который проводил... Очень много младших. И знаю, как все это работает. Как звукоинженер. Не как диджей, а как звукоинженер даже. Поверьте мне тоже. Я точно так же могу сказать. И что? А при чем тут это? Да при чем ты говоришь, поверь мне, как звукоинженер, как диджей. И что за херня? Подождите. Да я это на примитивный уровень сознания вам это сказал. Понимаете, чтобы подчеркнуть, что вы должны понимать, что народ надо организовывать на любое мероприятие. Майдан это, дискотека или какой-нибудь, не знаю, творческий вечер. Их надо организовывать. Сами они ни хрена никогда не соберутся. Поэтому все эти майданы или там какие-то протесты в Грузии, они не проходят сами по себе. Чушь себе это? То же самое, как и какой-то майдан, который был в Белоруссии. Не бывает, понимаете? Почему вы так решили? Я не понимаю, почему вы так решили, что оно так не бывает. Потому что живет больше вас. Что вы взяли? Ну, все вы взяли, что-то. Ну, а я знаю, что именно так и бывает, что народ... Что люди сами, никогда сами ничего не могут сделать. Ну, Грузии, Грузии. Ну, вы говорите, вы эту ерунду. Хорошо. Хорошо. Ваша версия. Что случилось в Грузии? они это организовали. Вы что думаете? Подождите, подождите. Сколько было тысяч, сколько было тысяч людей на Майдане? Кто организовал в Грузии? Вот то, что вы сейчас говорите. Те, кто раздавали печенюшки. Какие печенюшки? Да. Какие печенюшки? Ну, какие печенюшки? Вы даже не видели, как печенюшки раздавали? Какие печенюшки? О чем ты говоришь? А вы тогда... Хорошо. Вы по-английски говорите? Ну, так. Наберите, пожалуйста, как Виктория Нуланд, прямо на Конгрессе, это самое, 5 billions to freedom of Ukraine. Пожалуйста, наберите. Вам прямо человек, который, соответственно, в правительстве США, четко, прямо слово в слово, в оригинале скажет, кто и что финансировал в Украине. Все. И она там и была. Наберите, пожалуйста, ее в Ютубе. Просто возьмите и наберите в Ютубе. Виктория Нуланд на Майдане. Наберите любого деятеля, высокопоставленного, как говорится, в Америке. И наберите, что он на Майдане. Они там все были. Если они приезжали на Майдан, как вы думаете, они участвовали в организации этого всего или нет? А-а-а. Ну да. Сейчас мы там нет, да? А что они туда приезжали? А зачем они туда приезжали? Масса вариантов. Сколько вам надо было сейчас? Масса? Я только один знаю, что... Да вы что? В этот же момент во Флориде людей, к черту, это самое, ураганом перехерачило. И они туда не поехали. А надо было. О, этот самое, в Оклахоме, блин, самый Твистер, то есть этот, который ураган-то этот, как его, смерч закрутил там, кажется, несколько деревень. И они туда не поехали. Зато поехали на Майдан, да? Сильно надо было видать. Не то, что надо было, а сильно надо было. Возможно. Ну так и вот. Возможно. Ну так и вот. А зачем это все сильно надо было? Именно для того, чтобы дальше события пошли, так как они пошли. А для чего это вообще сейчас все? Вы думаете, там за свободу Украины, что ли, люди гибнут? Нет. А за что? Да за то, чтобы была опять возможность поставить нефтяные вышки в Россию. Серьезно? За это люди воюют в Украине? Клинусь. Вы так считаете? Да. Нет, не воюют, а гибнут. А, то есть люди в Украине гибнут за то, чтобы... Чтобы нефтяные вышки опять стояли в Сибири, да? Допустим, такой компании, как BP, British Petroleum. Да, тут что-то с логикой сейчас немножко опасно. Ну, а вы задумаетесь. Ну, окей. А может быть, вам нужно задуматься? Разве нет? Я как раз задумался и все понял, что к чему. Ну, что-то вы не то поняли. Я с вами... Вы считаете, что в Украине... Я никакой пропаганды не смотрю. Я понимаю, не говорю вам, чтобы вы становились под мои знамена. Но British Petroleum потихонечку выкинули из России. Вы думаете, они не хотят обратно? А ресурсы, это не разве сейчас самое главное для мировых корпораций? Или вы думаете, кому-то... Вот неужели вы думаете, реально, кому-то в Америке нужна Украина, чтобы подстаивать свободу Украины? Вот нахрена? Я думаю, еще хлеще, что кому вообще в Америке вообще какое-то дело до Украины, до России? Вообще, интересно вообще все в Украине, включая Россию тоже. Ну, как бы, для страны, да, но как для места, как для источника, как для источника дохода. Как вы думаете, надо об этом думать? Америке, надо об этом думать? Это же источник дохода. О чем думать? Об источнике дохода. Или вы думаете, или вы думаете, вот эта вот война в Ираке, она что, не источник дохода? А Кувейт, это не источник дохода? А Панама, это не источник дохода? Я не буду перечислять все страны, их дохрена. Это все источники дохода. А в 91-м году, развалив Советский Союз и в лес, и везде стояли корпорации, так скажем, западных стран, и шеврон, и шелл, и бипи, и так дальше. Они все, все залезли везде. Это что, не источник дохода? Да по херу. Да, украинцев. Источники дохода тоже есть. Да, конечно. Ну так вот. И вдруг приходит правительство, как говорится, в России, которое взяло и сказало, да нет, не будет больше этого. Ха-ха-ха. Ну все гораздо хуже. Все ведь не так. С чего это вы взяли? Ну как не так? Вот так вот. Россия взяла, и ни с того, ни с сего взяла, и просто начала колбасить украинские города, мирных людей. Да, ни с того, ни сего. Конечно, ни с того, ни сего. Конечно, ни с того, ни сего. Потому что все, что вы сейчас сказали, не является основанием для того, чтобы стрелять ракеты. А что является основанием? Так а с чего вы взяли, что то, что вы сейчас сказали? То есть она, смотрите, ни в 2005-м, ни в 2010-м, ни колбасила, никогда не колбасила, а вдруг потом взяла и начала колбасить, да? Какая проницательность? Офигеть. Да. То есть не может понять от чего, да? Представь себе. А от чего? Это уже вопрос другой. Это уже вопрос другой. Важно. А может быть, сначала надо, прежде чем вылечить корица болезнь, надо правильный диагноз поставить? Верно. Совершенно верно. А почему диагноз не хотите слышать? Так. Потому что вы просто не хотите слышать диагноз. Почему ты так решил? Ну, я просто вот спрашиваю. Нет, ничего подобного. Мы же просто рассуждаем. Я беру, смотрите, по полочкам вам раскладываю, что есть, как говорится, конкуренция стран. Насрать. Украина это или Гондурас, или Россия. Да насрать. Главное, что там есть. И если в этот момент надо сделать, как говорится, стране антистрану, значит, ее надо создать. Вам пример привести? А вы знаете, когда, допустим, эта самая Англия выходила, тем более, из Индии, какую страну создали? против антииндию? А? Какую? Какую? Покистан. Вот и все и началось. И эта страна четко выполняет свою миссию. Она держит, как говорится, заявление. Давайте подведем итог. Я вам итоги подвожу. Россия вышла из-под, как говорится, влияния корпораций, которого не должно быть по сценарию. Это сценарий, понимаете, в девяносто первом году был сделан, и по этому сценарию Россия должна была дальше разваливаться. Но получилось так, что не получилось. Вот они, ну, прощелкали момент. В России пришли нормальные люди к власти, собрали всех в кусок и сказали, нет, больше мы вам не дадим нас обворовывать. Так же, как и в Китае. И с этого момента начались проблемы. Как это так? Вы, наверное, в девяностые не жили. Если любую, как говорится, бригаду откуда-то выкидывали, с рынка, с базара, с любого магазина, они сразу начинали, как говорится, пальцевеером и на разборку. На разборку, соответственно, сказали, вот так вот, блин, все, больше не будем. Мы достаточно, как говорится, сильные теперь. Что надо делать? Надо стравить людей. Вот они и стравили. Теперь получается. До последнего украинца, понимаете, и в то же время, мне почему это жалко? Потому что, да, мне жалко, что гибнут, говорится, русские, да там и американцы гибнут и тому подобное. Но гибнут они все за интересы корпораций, а не за то, что вы думаете, за свободу Украины. Да насрать всем в Америке, насрать всем, везде мноть на эту Украину. Ее никто знать не знает до сих пор. Вот сейчас буду ходить по городу, вот здесь, по Лас-Вегасу, никто мне на карте даже не покажет, где она. Да нет, она думает, сейчас тоже знают, где такая Украина. Нет, они знают, что она уже есть. Потому что до этого даже не знали, что такая страна есть. Немножко по-другому. Я считаю, немножко по-другому. Вот сейчас Украина... Это же мое право. Точно так же, как вы. Ну, хорошо, какой ваш аргумент? Аргумент, почему? Я только пытался... От чего это взялось? От чего взялось? Да взялось это от того, что один долбоёб... Не можете нормальный аргумент привести, да? Да, да. Ну, хуй его. Хорошо, хуй его. А, вот так вот, да? Переосилил... То есть, понимаете, если вы опускаетесь на вот этот уровень, то значит, это значит, что в вас, в вас не логика сидит, а просто эмоции и блок. Вот такой вот. Не-не-не-не-не-не-не. Просто шторка такая, которую вы не хотите раздвинуть. Всё. Понимаете? Потому что это то же самое, как говорить там про него и застал все заебалка короче давай не могу вот так вот да а ведь понял чувак что прыгает он зря понял ну чё ж вишневского ну что ж еще раз повторю кастрюли на голову мать вишневского на всю башку прыгайте очень скоро все поменяется очень скоро ну может быть не в этом году конечно я это говорю не потому что у меня есть хрустальный шар просто просто по логике это всегда так решать будут как говорится и делить сферы влияния а основные страны они вот это вот и тем более не то что в украине господи боже мой и за столько вот примитивное мышление не за как мы с ними жили действительно вот это все все эти годы да блин я могу еще понять эмоции могу но дебилизм понять не могу поэтому комментарии срочно я читаю комментарии и пожалуйста подпишитесь кто не подписан мне это очень очень нужно пожалуйста подписывайтесь и помните что у меня есть еще в описаниях ссылочка на телеграм-канал пожалуйста кому интересно что вокруг меня моя жизнь кажется вокруг меня какие-то чуть-чуть другие события значит пожалуйста подпишитесь на телеграм-канал вот ну и сами будете в общем-то в курсе и того и сего а самое главное будете знать когда у меня стрим и когда у меня какие-то либо интересные замуты это тоже только в телеграм-канале там как-то все быстрее ну и честно говоря надежнее пока пока всем понимание спасибо за поддержку канала спасибо всем кто подписался пока